Двери Саранского авиационотельзавода снова опечатаны. Первая попытка специалистов Роспотребнадзора проверить, что изменилось за время предыдущей производственной остановки, закончилась неудачей. 17 ноября им все-таки удалось попасть за закрытые двери. В ходе проверки мы установили, что никакие обстоятельства, которые послужили ранее, вынесению решению Октябрьского районного суда о временном запрете деятельности, устранены не были. Все, что было, осталось, как было. Роспотребнадзор передал материалы проверки в Октябрьский суд Саранска, который 24 ноября и решил продлить срок приостановления деятельности предприятия еще на 80 суток. 28 числа был назначен новый генеральный директор этого предприятия. Он пришел, там работающих никого, только он один. Поэтому судом и было принято такое решение. Где был до 28 октября предыдущий директор, неизвестно. А новый один на ветсанусельзаводе не воин. Вновь назначенному руководителю досталось весьма проблемное наследство. В связи с тем, что многочисленные нарушения дефектов отделки стен, это очевидно, дезинфекцию в таких условиях провести нельзя. И одно и следующее нарушение, достаточно серьезное. Дело в том, что данные предприятия в силу своей хозяйственной деятельности осуществляют выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. А локальных очистных сооружений на предприятии нет. Проблема выбросов в атмосферу с приостановкой работы завода решилась сама собой. А вот внутри все тот же смрадный запах, пропитавший за годы полы и стены, и лужи биоотходов. Делится впечатлениями главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Татьяна Макарова. Вместе с тем сельхозпроизводители Мордовии остались без санкционированной утилизации. По нашим данным, им пришлось обращаться за услугами в соседние регионы. Поэтому все вместе надеются, что эта история уже закончится. 60 суток простояли, 22 человека. 80 суток сейчас будем стоять. Надо полагать, что у любого хозяйствующего субъекта, естественно, возникает вопрос. Дальнейшая деятельность данного предприятия целесообразна ли? И поэтому думаем, что за вот этот срок предприятие должно выйти из ситуации, в которую они попали. Из ситуации, в которую попало предприятие, выход нашли давно республиканские власти. 91% уставного капитала завода решили отдать на приватизацию. Продать ветсанутиль пытались еще весной этого года, но лот ценой почти 40 миллионов рублей никому не приглянулся. С тех пор завод подорожал. Сейчас его выставили на аукцион с начальной ценой 47,5 миллионов рублей. И говорят, потенциальные инвесторы есть. Итоги подведут в первых числах декабря. Возобновить работу раньше завод сможет, если устранят недостатки, а иначе снова приостановление деятельности. Светлана Лашина, Павел Толобаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова